Новое время, новые веяния, в том числе и в градостроительстве. За последние 10 лет население северной части Оренбурга выросло в несколько раз. С социальной инфраструктуры дела обстояли хуже, чем с жилищным строительством. Но сейчас ситуация изменилась. Вслед за 85-й школой на 950 учеников в начале этого года появилась 86-я. Строительство школы началось в июне прошлого года. В декабре уже мы были введены в эксплуатацию. Это большая красивая школа, рассчитанная на 1135 учебных мест, более 22 тысяч квадратных метров. Школу с подачей губернатора осмотрели местные главы. Конечно, в глубинке такие масштабы вряд ли потребуются, но, как известно, стремиться всегда нужно к лучшему. Уже на ПЕД-совете глава региона заявляет, образование было, есть и будет в числе приоритетов областной политики. Финансирование областной системы образования ежегодно увеличивается. За последние 7 лет в регионе введены в эксплуатацию 8 школ на 4500 учащихся и 33 детских сада на 3500 мест. В центре внимания, как и прежде, оплата труда педагогов. Дорожной картой, которой предписывается ее постоянный рост, Оренбуржья в целом следует. Однако в ряде территорий темпы не выдерживаются. Показатели по заработной плате педагогов дополнительного образования не выполняются в следующих муниципалитетах. Это Орск, Ясный, Первомайский, Шерлыцкий районы, кроме того, Ясенский городской области, Тамбаровский район. Отстают по показателям зарплаты педагогов дошкольного образования. Поручаю усилить контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение государственного образовательного стандарта. Государственные стандарты все прочнее внедряются в систему образования. По ним в новом учебном году в Оренбуржье будут обучаться 8 из 10 учеников. В финале обучения – сдача единого госэкзамена. Наши выпускники по итогам прошлого года вновь показали хороший результат. 106 стобальников и ни одного ученика, который бы не достиг необходимого минимума по обязательным предметам – русскому и математике. Давно хотел приехать в Оренбург, посмотреть интересный опыт, который есть в области, интересный опыт, который есть в школах. Глава Рособронадзора приехал в Оренбург специально, и в его выступлении критики в адрес областной системы образования звучало намного меньше, чем лестных слов. Отметив успехи в сдаче ЕГЭ, Сергей Красов вместе с тем допустил, что в будущем году стобальников в Оренбурже может и не прибавиться, что, впрочем, не главное. Главное, что у нас госэкзамены сдают как положено, а в целом ряде российских регионов сдача превратилась в хорошо отлаженный бизнес. Конечно, несправедливо, когда, допустим, в Оренбургской области экзамен проходит честно-объективно, а где-то в ряде регионов нарушения покупают, продают. Там, где это происходит, там происходит фактически деградация образования. Среди недостатков, отмеченных главой Рособронадзора, снижение уровня знаний французского языка. Впрочем, оно не критичное и решается проблема повышением квалификации педагогов. А тем из них, кто преподает физику, придется теперь осваивать еще один предмет. В школы возвращается астрономия. В Оренбурге этот процесс должен пройти быстро и без особых проблем. Подняли все свои старые методические материалы. Они у нас, слава богу, сохранились. У нас есть учителя, которые готовы. Мы сейчас их немножко подучим. Учителям вспомнить все, что забыли. Применить новые методики. Поэтому я уверена, что мы и здесь сделаем такие хорошие шаги вперед. Виталий Дерябин, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.